Привет! Сегодняшний наш сюжет называется «Догонялки». Мы рассмотрим задачу, когда кто-то будет убегать, а кто-то будет догонять. И наша цель будет помочь догоняющему выработать оптимальный алгоритм действий, чтобы эффективно и быстро догнать убегающего. Модель нашего рассмотрения будет обычная классическая кинематика и ньютоновская динамика. Вкратце вспомним законы движения для простейшего случая нерелитивистской кинематики. У нас ускорение от времени равно константе. Интегрируем эту формулу по времени, получаем зависимость скорости от времени, как некое произвольное постоянное плюс АТ, где это произвольное постоянное, это будет значение скорости в момент времени 0. Также интегрируем это второе уравнение, получаем зависимость радиуса вектора от времени. R нулевое плюс V нулевое Т плюс АТ в квадрате пополам. Тривиальные формы, известные каждому школьнику. Теперь о некие ограничения нашей модели. Пусть у нас некий момент времени Т, равное нулю. Точка С будет убегать. Мы будем знать ее координату и ее скорость. Точка R будет догонять. Мы будем знать ее координату и ее скорость соответственно. Наша цель будет заключаться в том, чтобы через прикладывание определенного ускорения к догоняющей точке достичь ситуации, когда наша координата догоняющей точки сравняется с координатой убегающей точки, но при этом скорость догоняющей точки также сравняется со скоростью убегающей точки. То есть наша задача будет не просто попасть в догоняющую точку при отсутствии равенства скоростей, а как бы слиться с ней и по координатам, и по скорости. Также условия будут, что наши отчеты времени, в которые мы будем замерять эти состояния убегающей точки и наши координаты скорости, будут дискретные, интервальчик будет Δt И максимальное ускорение, которое мы можем прикладывать к нашей догоняющей точке, будет равно А Первый алгоритм, который приходит на ум, это алгоритм Шумахера Газ в пол, тормоз в пол То есть мы представим, что мы в течение времени t1 с нуля действуем на догоняющую точку с ускорением А В течение времени t2 действуем с ускорением минус А В принципе это легко представить себе на простом примере, что если у нас догоняющая точка и убегающая в момент времени t равную нулю покоится с нулевыми скоростями на каком-то расстоянии То нам нужно в течение какого-то времени двигаться с ускорением постоянным в сторону покоящейся точки, которую надо догнать Достигнув половину пути, нам нужно тормозить с противоположным ускорением И тогда в силу симметрии очевидно, что мы через какое-то время будем окажемся в точке, которой нам нужно достичь с нулевой скоростью Но рассмотрим общий случай, выпишем формулки Детально вдаваться не буду, они тривиальные То есть через момент времени t1 координаты и скорость догоняющей точки Через момент времени t2 координаты и скорость догоняющей точки А также мы сделаем предположение, которое в принципе необоснованное, но в условиях нашего незнания оно вполне допустимо Мы не знаем, как себя будет вести убегающая точка Поэтому мы будем предполагать, что она будет так и продолжать в течение всего времени двигаться с той же самой скоростью, которая была в тот момент, когда мы ее замерили Итак, алгоритм такой, что если у этих уравнений, которые приводят к обычному квадратному уравнению Уравнение на скорости содержит t1 и t2 неизвестные в первой степени Уравнение на координаты во второй степени это обычное квадратное уравнение Что если у нас есть решение И оба значения t1 и t2 больше нуля То есть удовлетворяет физическому смыслу Мы принимаем решение, что данный вариант рабочий И мы жмем на газ с максимальным ускорением в течение времени дельта t А потом по истечении времени дельта t у нас меняется ситуация У нас убегающая точка как-то смещается Изменяются координаты u, изменяются координаты наши И мы проводим новый расчет То есть весь наш выбор это выбрать либо ускоряться максимально Либо максимально ускоряться в противоположную сторону Вариантов нет Получается, что абстракция данного подхода Она носит название реле на управление в теории автоматического управления То есть у нас не плавное изменение параметров А скочкообразное Либо включить газ, либо включить тормоз То есть чистый шумахер Также можно оптимизировать этот алгоритм шумахера Подойдя немножечко творческих задач И подумав с соображениями так называемого здравого смысла Мы поскольку считаем, что наша убегающая точка Она двигается с постоянной скоростью Предполагаем, делаем такое предположение То мы можем переместить систему координат точки 0 в точку S убегающую И таким образом нам нужно через какое-то время Оказаться с координатой 0 со скоростью 0 И мы делаем следующее предположение Что если наша догоняющая точка При этом движется в сторону противоположную От убегающей, от цели, которую нам надо достичь Этот условий записывается как знак скорости догоняющей точки Равно знак ее координаты То мы тогда ускоряемся в противоположную сторону от координаты То есть в сторону точки, которую нам надо догнать Также здесь, если у нас получается, что расстояние между убегающей и догоняющей точки Больше того тормозного пути максимального Который у нас будет, если мы будем максимально тормозить То мы можем себе позволить также ускоряться Это значит, что у нас еще есть запас расстояния И мы успеем затормозить, не проскочив точек, которые нам надо догнать Во всех остальных случаях мы ускоряемся в противоположную сторону На основе этого алгоритма было сделано моделирование Сейчас я вам продемонстрирую Это некий интерфейс программочки При старте у нас запускаются движения точки Круговые по первому радиусу Вокруг первого радиуса По второму, по третьему радиусу То есть вот такие сложные движения совершают у нас некие точки И мы запускаем со стартовой точки из центра Догоняем, пуская точку номер 3 На самой маленькой третьей круговой орбиты Запускаем ее, смотрим Вот малиновым цветом обозначена точка Которая по нашему алгоритму Шумахера Догоняет И вот она догнала эту точку И старается удержаться на ее координате А здесь в окошке слева В желтеньком вертикальном Вы видите вот эти вертикальные палочки Это график, где по оси Вертикальное отложено время А по горизонтальной отложено ускорение Которое прикладывается к нашей точке Это то самое релейное управление Тот самый Шумахер То есть плюс А, минус А То есть либо газ, либо тормоз И вот таким образом Наш алгоритм Шумахера нормально, хорошо отрабатывает И держится на точке Которую нам необходимо догнать Вот, например, мы сменим точку Что мы будем догонять точку P1 Опс И он вокруг нее точно так же вот так вот держится Единственное, что вы можете заметить Это мелкие небольшие биения Точки вокруг цели Связано это с тем, что алгоритм Шумахера Он отлично отрабатывает далекие расстояния Но плохо ведет себя на близких расстояниях Когда нам не надо бы, в принципе, максимально Нажать на газ И максимально тормозить Но он ничего другого не умеет То есть в крайнем случае В вырожденном случае Когда нам нужно будет догнать точку покоящейся Вот чтобы оставаться на месте с координатами 0 и со скоростью 0 Мы будем вынуждены постоянно прикладывать ускорение в противоположных направлениях Жать на газ и тормозить Жать на газ и тормозить Вот таким вот образом он будет удерживаться с координатами 0 точки Чтобы избежать этого недостатка Мы можем модифицировать алгоритм Шумахера Добавив в него вариант алгоритма Хрущева Почему Хрущева? Потому что на Западе во времена пребывания Никиты Сергеевича на должности Говорили, что Хрущев подобен человеку, который стремится преодолеть пропасть в два прыжка Итак, алгоритм Хрущева два прыжка Мы будем пытаться преодолеть расстояние от убегающей точки до догоняющей И скорости сравнять их за два интервальчика Δt С которыми у нас идет опрос координат всей нашей системы Разумеется, если у нас точки расположены далеко, то нам это не удастся Но мы все равно это будем рассчитывать Мы будем получать какие-то значения ускорений Которые нужно будет приложить к догоняющей точке В первый интервальчик Δt и во второй Они будут у нас, разумеется, превышать те максимальные ускорения Которые позволяют нам мощность нашего двигателя И тогда в этом случае мы будем обратно обращаться к алгоритму Шумахера Но если у нас те самые ускореницы, которые будут рассчитаны по этому правилу Будут укладываться в диапазон То мы тогда будем пользоваться алгоритмом Хрущева Итак, здесь у нас уже не квадратное уравнение Обычное линейное уравнение Δt у нас известная величина Неизвестная величина А1 и А2 Запишем координату через момент времени Δt Скорость через момент времени Δt И координату через момент времени 2 Δt Точно так же выберем, что точка убегающая будет у нас двигаться по инерции И тогда, как я уже рассказывал, что если у нас получившиеся значения ускорений лежат в допустимом диапазоне То мы применяем наше рассчитанное ускорение А1 в течение времени Δt А то А2, который мы получили для второго интервала Δt, мы забываем Потому что у нас после истечения первого Δt идет новый перерасчет А иначе пользуемся алгоритмом Шумахера Как было сказано ранее Итого, на примере Будет задача оптимизированного алгоритма Шумахера с помощью Хрущева Запускаем И вот на графике вы видите внизу Что у нас из Такой вот лесенки Из релейного управления Мы переходим в непрерывную ситуацию И никаких биений в точке цели у нас нет И как раз график рисует красивую Сложную синусоиду Сумму нескольких синусов Но иного и нельзя было ожидать От таких вот круговых движений По сложным орбитам Это у нас Шумахер передал управление Хрущеву Вот если же мы допустим сменим точку Которую необходимо догнать Будем в центр стремиться Вот вначале мы идем по Шумахеру Максимальное ускорение, максимальное замедление Видите на графике И попали в центральную точку И вот оно Нулевое или мизерное ускорение замедления Которое у нас требуется Чтобы удержаться в координате с точкой Которую необходимо догнать в нулевой точке Вот любую другую можем взять У нас сначала работает Шумахер А потом он передает управление Хрущеву Вот собственно такой алгоритмик Ничего более знаний программы средней школы Для него не требуется Вот Ну Такой отчасти во-первых Как интересный теоретический момент Для моделирования Но из возможности практического применения Можно что предположить Вот Представьте что В вашу зону ответственности Влетает некий Квадрокоптер Вот Который вы хотите догнать С помощью вашего квадрокоптера И чтобы они подружились Вот Так вот Ваш квадрокоптер Вы можете заложить Этот алгоритм Шумахера-Хрущева Который будет отрабатывать Если захватит координаты Догоняющей Убегающей точки И вполне себе Будет Дееспособен Работоспособен И хорош Все Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok